Это все свои, все свои, все свои. Я поднимаю телефон, держу трубку сильно, порядок мысли моих с битвы, ты так красиво. Мы слово за слово сплелись, и нет выбора, я останавливал тебя, не перебивал. Такие разные, но все же нашли мы силы, нам говорили наши знаки, несовместимы предубеждения. И гордость свели с ума, жила любовь, как сторис, 24 часа, но только красный цвет твоей помады остается на запястье, но ее стирать не надо, это твой символ, мой знак и проклятие. Беспощадно и серьезно надевала свое платье, мне казалось было просто, так и не смог я ни шагу потратить. В тебе шагу в сторону, мой путь уже проложен в картах, я не сверну, но так навязчиво трещит навигатор с тобой, мы развязали боем всем стереотипом, но ты же знаешь, всегда много рядом разных типов. Стена бетонная и том, нам на груди так сильно давила, нам не проронить ни слова, так без сила, без сил, готов уже был сдаться, ведь мысленно я понимал, что моя игра бессмысленна. Красный цвет твоей помады остается на запястье, но ее стирать не надо, это твой символ, мой знак и проклятие. Беспощадно и серьезно надевала свое платье, мне казалось было просто, так и не смог я ни шагу потратить. Беспощадно и серьезно надевала свое платье, мне казалось было просто, так и не смог я ни шагу потратить. Красный цвет твоей помады остается на запястье, красный цвет твоей помады остается на запястье, но ее стирать не надо, это твой символ, мой знак и проклятие. Журналисты тебя часто сравнивают с Рикки Мартином. Знаешь такое? Было такое? Рикки Мартином знаю, но то, что сравнивают, первый раз слышу. Но это неплохо. А вот если бы сравнили, как бы на это отреагировал? Ну как, я бы сразу пел. Ну как-то так. Ну что, Рикки Мартин хороший певец, симпатичный, наверное, хорошо отреагировал бы. Когда ты понял, что музыка и ты это одно целое? Это было очень давно, это было 13 лет назад, когда я начал петь. Я пришел в студию к моему педагогу Нелли Амбарцумян. Она начала со мной заниматься. Конечно, поначалу я валял дурака, но потом все начинало складываться. И вот уже, кстати, не так давно я начал писать песни. Это вот как два года я пишу песни. Это уже вот шестой трек у меня вышел выпускной в июне. А до этого я перепевал популярные хиты-каверы. Классика, поп, рок, рэп. Выступая перед зрителями, что ты стремишься им донести свои песни? Прежде всего, это, конечно же, мотивация. Мотивация, вера в себя, вера в успех, идти к своему Олимпу, добиваться целей. Ну, это в основном, конечно, молодежи, которая немного запуталась, которая ищет себя. Это, возможно, школьники, возможно, уже молодые люди, которые окончили универг. Слушают песни и мотивируются. Вот это такой мой посыл. Как выглядит твой слушатель? Опиши его. Слушатель очень разновозрастной. Есть и ребята, подростки 14-15-16 лет, уже более состоявшиеся, там, ну да, 25 лет, 30. На самом деле, почему, откуда я знаю, я анализирую комментарии. То есть очень много достаточно возрастных людей оставляют комментарии. Люди среднего возраста, то есть подростки. И поэтому я пришел к выводу, что очень обширная многовозрастная аудитория. Бывало ли у тебя такое, что твои фанаты переходили за ранки дозволенного, как-то мешали, может быть, тебе? Ну, нет, такого не было ажиотажа, как у Фредди Меркури, конечно, когда к нему выбегают, его целуют. Хотя, я думаю, как интересно я бы себя повел в такой ситуации. Думаю, что вполне хорошо, нормально, адекватно. Заблудший странник из других миров, нашедший землю. Читаю мысли между строк, не понимая, где я. Лишь голос твой меня ведет, и только в нем спасение. Тебя я видел, парадокс, но ты мое видение. Как на закате кораблей я исчезаю, словно когда-то, думать обо мне, переставала снова. Искал тебя и понимал, что ты мне так нужна. Ведь на пути к тебе светила полная луна. Ну, откуда скажи, бегут эти реки синие, разгорается там небосклон, где волны рисуют линии. Расскажи мне одно, где горы с морями встретятся, и покажет дорогу и звезд, на небе большая медведица. Ты помогала мне сдаваться и бороться с ветром. Всю мою душу до краев ты наполняла светом, но твои слезы отрываются вверх от ресниц. Мы попадаем в невесомость, не остановись. Люби меня, даже когда нарушишься границы. Люби меня, когда тебе я перестану сниться. Люби, ведь это все, что нужно мне. Ты моя странная, а я заблудший странник. Ну, откуда скажи, бегут эти реки синие, разгорается там небосклон, где волны рисуют линии. Расскажи мне одно, где горы с морями встретятся, и покажет дорогу и звезд, на небе большая медведица. Ну, откуда скажи, бегут эти реки синие, разгорается там небосклон, где волны рисуют линии. Расскажи мне одно, где горы с морями встретятся, и покажет дорогу и звезд, на небе большая медведица. Ну, откуда скажи, бегут эти реки синие, разгорается там небосклон, где волны рисуют линии. Расскажи мне одно, где горы с морями встретятся, и покажет дорогу и звезд, на небе большая медведица. Поговорим про соцсети. Они тебе помогают или все-таки мешают? И как ты относишься к хейту? Это замечательный вопрос. В последнее время по поводу хейта, конечно же, пришлось мне встретиться с этим хейтом, как-то с ним поконфликтовать, определиться, зачем он, как ты на него будешь реагировать, и как он тебе поможет. Инстаграм немного поменьше, как бы, в этом плане работает. Больше всего, конечно же, заработает ТикТок. Особенно в последнее время очень многие видосы начали залетать в рекомендации. И последний видос мы с Египта записывали, я там пел с музыкантом, он залетел на миллион двести. Да, набрал очень много классных комментариев. 75-80% хороших комментариев. Ну и, конечно же, хейт. Хейт — это энергия, а энергия приносит в нашу жизнь еще больше энергии. Это... это... я ей питаюсь. Как ты относишься к пению под фонограмму? Мой педагог Нелли Амбурцумя, наша студия. Мы вообще всегда топим за живак. Живое выступление — это эмоции, это, опять же, твоя энергия. То есть в живом голосе, в живой эмоции намного больше чувства и искры, нежели в фонограмме. Но, конечно же, есть моменты, когда надо петь под фонограмму. Вот, ну, другого выхода нету. Какие допустимы? И, опять же, к примеру, плохая аппаратура. Если есть возможность, я всегда пою живьем. Если нет, то, ну, конечно, там где-то фонограмма может быть. Бывает такое, что артисты, певцы, эти профессии, они не навсегда. У тебя есть какой-то запасной выход на этот случай? Чем я буду заниматься? Мне говорят, Никита, иди, клади плитку и пой. Ну, то есть, поющий плиточник. Ну, они, конечно, шутят. Но я думаю, что это не прекратится. Я буду всех доставать. Я буду петь. Мой голос будет звучать на всю страну, на весь мир. И это я гарантирую. А я своей дорогой, и нет пути назад. Солнце сгорает у меня прямо на глазах. Дыхание переведу на плечо рюкзак. Стрелка указывает путь на моих часах. А я своей дорогой, и нет пути назад. Солнце сгорает у меня прямо на глазах. Дыхание переведу на плечо рюкзак. Стрелка указывает путь на моих часах. За спиной девять классов. И было порою очень непросто. Ниже среднего ватистата. И не застелено простынь. Каждый день кто-то ломает тебя. И все кажется невыносимым. Если вдруг оступился, то встань, отряхнись. И выпрями спину. Шаг за шагом, рассвет за рассветом. Слышишь? Двигайся дальше, время покажет, чего стоишь. Ты лети в самолете бумажный. А когда перед выбором встанешь, самое главное, смело шагнуть. Всех прости, улыбнись, шепни. Я выбираю свой путь. А я своей дорогой, и нет пути назад. Солнце сгорает у меня прямо на глазах. Дыхание переведу на плечо рюкзак. Стрелка указывает путь на моих часах. А я своей дорогой, и нет пути назад. Солнце сгорает у меня прямо на глазах. Дыхание переведу на плечо рюкзак. Стрелка указывает путь на моих часах Школа, лицея, универ, работа, недостижимая цель Стремишься, хочешь сразить на повал, лучше настроить прицел Шаг за шагом, рассвет за рассветом, двигайся дальше, поверь Девять раз постучишь, на десятый откроется дверь Быть независимым, не за спиной, а в лицо это моя природа Без страха по жизни мысли как ветер, но как ветер свободный Годы подскажут тебе просто-напросто, как надо жить Но сердце мотор понеслась пристегнить, а я своей дорогой И нет пути назад, солнце сгорает у меня прямо на глазах Дыхание переведу на плечо рюкзак Стрелка указывает путь на моих часах, а я своей дорогой И нет пути назад, солнце сгорает у меня прямо на глазах Дыхание переведу на плечо рюкзак Стрелка указывает путь на моих часах, а я своей дорогой И нет пути назад, солнце сгорает у меня прямо на глазах На плечо рюкзак своей дорогой Какую из своих песен ты считаешь настоящим хитом? Я периодически разговариваю с Нарианной, концертный директор мой Мы с ней общаемся, очень много анализируем И я говорю, Нар, ну выпускной же лучше всего залетел Я говорю, ну она же вот правда самая такая крутая Говорит, ну почему? У тебя же и странник залетел классно Вот, поэтому, конечно же, я говорю, что это выпускной Выпускной эта песня однозначно, ну, стала хитом Можешь рассказать, как тебе приходят идеи твоих песен? Абсолютно по-разному приходят идеи Это может быть утро, я только проснулся Или это два часа ночи Почему-то приходит сразу строчка с музыкой Да, ну так вот получается И, кстати, вот есть песня на запястье Я как-то просыпаюсь, смотрю на подушку, а там след помады И я так думаю, значит, красный цвет твоей помады Остается на подушке Так думаю, что-то в этом есть Но потом немножко перефразировал Красный цвет твоей помады остается на запястье Ну и от этого родилась песня Вот в таком ключе, в таком роде появляются песни Вот исходя из твоего ответа, как родилась песня выпускной? Ох, выпускной это на самом деле очень интересная тема Песня пришла ко мне в начале года Это был январь, февраль Так как у меня не было выпускного Я решил написать песню выпускной, чтобы испытать эти чувства Мы сняли клип Мы полностью прониклись атмосферой школы Этот клип снимался на стадионе Снимался в нашей школе в городе Жодино Снимался с крутой тачкой То есть полностью весь спектр эмоций я успел зачерпнуть И помимо этого, конечно же, я с удовольствием ее пою В нашем классе опустевшем Сидя у окна тебя я жду На стекле запотевшем Я признание тебе пишу Так красиво в ярком платье По проспекту ты ко мне идешь И сбывается моя мечта Магновение, рука, объятья На выпускной сегодня ты со мной идешь Под дождем мы кружим И никто не запретит Наш метляк на выпускном Оставим в памяти Звезды яркие горят И мы к ним летим Первый танец под дождем Поставлен на репит Под дождем мы кружим И никто не запретит Наш метляк на выпускном Оставим в памяти Звезды яркие горят И мы к ним летим Первый танец под дождем Поставлен на репит Нарисую в отражении Две пары ног по лужам Басиком И наша сила притяжения Необъяснимый физики закон Но как в кино на рассвете Наш первый неловкий поцелуй Мантеки счастлив Когда рядом его капулетти Ради своей любви Сражайся и рискуй Под дождем мы кружим И никто не запретит Наш метляк на выпускном Оставим в памяти Звезды яркие горят И мы к ним летим Первый танец под дождем Поставлен на репит Под дождем мы кружим И никто не запретит Наш метляк на выпускном Оставим в памяти Звезды яркие горят И мы к ним летим Первый танец под дождем Поставлен на репит Под дождем мы кружим И никто не запретит Наш метляк на выпускном Оставим в памяти Звезды яркие горят, и мы к ним летим Первый танец под дождем Под дождем мы кружим, и никто не запретит Наш медляк на выпускном оставим в памяти Звезды яркие горят, и мы к ним летим Первый танец под дождем поставлен на репит Под дождем мы кружим, и никто не запретит Первый танец выпускной остался в памяти Звезды яркие горят, и мы к ним летим Первый танец под дождем поставлен на репит Все свои Субтитры сделал DimaTorzok